МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 20 сентября 1977 года. Три утра. С авиабазы БОДО в Северной Норвегии в небо поднялся самолет радиоэлектронной разведки АВАКС. Летчики ВВС НАТО заступили на дежурство. В ходе рутинной патрульной миссии воздушной границы с Советским Союзом они стали свидетелями невероятного явления. Внимание пилотов привлекло яркое свечение над территорией Карелии. Летчики сразу смогли определить, это не атмосферное явление. Но тогда что? В небе над Советским Союзом повисло огромное оранжевое облако. В следующее мгновение яркая вспышка ослепила экипаж. 20 сентября. Доклад летчиков об увиденном сразу передали в распоряжение спецслужб. Наутро западные дипломатические ведомства буквально атаковали МИД СССР запросами о случившемся. От Советского Союза требовали объяснений, обвиняя в испытаниях нового мощного оружия. Но Москва хранила молчание. На тот момент ни военные, ни спецслужбы сами не обладали информацией о том, что же произошло ночью 20 сентября в небе над Карелией. В распоряжении программы «Тайны мира» оказались материалы расследования из архивов Министерства обороны. На этой папке долгое время стоял гриф «Совершенно секретно». Меня зовут Анна Чапман. И я начинаю расследование. Впервые. Правда, которую военные скрывали долгие годы. Спецслужбы скрывают контакт с инопланетным разумом. И неопровержимые доказательства этому. Нас посещают какие-то пришельцы. Охота на НЛО. Сезон открыт. Вся страна практически была превращена в сплошной центр слежения за НЛО. Подробности самой невероятной военной операции 20 века. Вся эта работа, она была в гриф «Совершеннете». Внеземные технологии в руках советских ученых. Это никому не показывали, не рассказывали, чтобы не будоражить публику. «Тайна всемирного заговора раскрыта». В подземном буркере содержатся инопланетяне живые. «Тайны мира». Секретные документы. Правда об НЛО. У меня в руках папка из секретного архива Министерства обороны. Специально созданные по всей стране военные лаборатории собирали вот эту уникальную информацию. В этих документах содержатся неопровержимые доказательства существования внеземных цивилизаций. Эти фотографии были сделаны советскими военными ночью 20 сентября 1977 года в Петрозаводске. На них отчетливо виден сигарообразный летательный аппарат. Объект окружен светящимся силовым полем. По словам очевидцев, странный предмет на некоторое время завис над городом, а потом исчез, оставив после себя сильнейшую световую вспышку. Город залил яркий свет. Стало светло, как днем. Это явление было очень долго протяжено. Было очень много различных световых вспышек, сполохов. В секретном отчете военного ведомства сообщается о том, что около 4 утра в небе над городом вспыхнула огромная звезда. От нее исходил яркий красный свет. Летательный аппарат медленно двигался над Петрозаводском, посылая дождь из тончайших световых струй. Пик световых вот этих явлений, интенсивности Петрозаводского феномена, был достигнут в 4 часа 20 утра. А само это явление продолжалось около 6 часов. С 2 часов ночи и фактически до рассвета, до утра. На утро многие жители Петрозаводска обнаружили в окнах своих квартир ровные круглые отверстия. Это хорошо видно на фотографиях из военного архива. Расследовать произошедшее прибыли сотрудники специального отдела Министерства обороны. Мы тоже не знали, что это происходит. У нас тоже эти наблюдения велись, да. Тоже не могли дать научное или как просто даже разумное объяснение. На следующий день в советских газетах вышла заметка о том, что ночью 20 сентября жители Петрозаводска стали свидетелями запуска искусственного спутника Земли «Метеор-2». Вся эта работа, она была с грифом секрета. Поэтому, как говорится, не от общества скрывалась, а это внутри ведомства, чтобы не селить какую-то панику. Газетная утка была лишь первой частью плана. В Министерстве обороны началась напряженная работа. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев требовал вразумительного объяснения произошедшему. Неопознанные летательные объекты наблюдались и ранее. Но этот случай был уникален. Очевидцами НЛО стали десятки тысяч жителей Карелии одновременно. В Мурманске видели, и даже на Урале, и в Оренбурге. То есть получалось, что это явление было глобального характера. Никак запуском спутника его объяснить нельзя. Специальная комиссия Министерства обороны вернулась из Петрозаводска. Отчет лег лично на стол генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. У Леонида Ильича на даче, в застолье, они смотрели эти бумаги и обсуждали. Брежнев внимательно рассмотрел принесенные фотографии, сделанные очевидцами. На десятках снимков было запечатлено то, что видели жители Карелии. Летательный аппарат необычной формы. Проявление этих объектов самое разнообразное. Начиная от каких-то светящих цветочек в ночном небе, светящих шаров разного размера. Кончая дневными наблюдениями сигар, дисковидных аппаратов. Генеральный секретарь был поражен увиден. Он распорядился создать специальную группу. В нее вошли как ученые из Академии наук, так и сотрудники Министерства обороны. Цель была сформулирована предельно четко. Вплотную заняться аномальными явлениями, подобными тому, что наблюдали советские граждане в небе над Петрозаводском. Вся страна практически была превращена в сплошной центр слежения за НЛО. Потому что во все воинские части были разосланы инструкции, предписывающие, каким образом нужно следить за НЛО, что при этом нужно фиксировать, и в какие воинские части передавать собранную информацию. Во все войска было направлено распоряжение. В каждой воинской части был назначен ответственный офицер. В его обязанности входил сбор информации об НЛО. В случае обнаружения неопознанных объектов или любых других явлений, выходивших за рамки обыденного, бойцы части должны были немедленно рапортовать своему начальству. И они делали опросы, протоколы, фотографии. Если могли, фотографии, обычно зарисовки делали. Потому что даже возили с собой художника, который по показаниям очевидцев, а очевидцев иногда более десятки, он просто делал эти зарисовки тех или иных явлений, объектов. Этот рисунок был сделан младшим сержантом одной из воинских частей Горьковской области, Михайловым. Он никогда не видел фотографии НЛО, сделанных в Петрозаводске. И тем более не общался со свидетелями. Но сравните, как похожи эти объекты. Я бы сказал так, что, скажем, 95% случаев – это случаи естественного проявления, какие-то природные аномальные явления. Но есть часть случаев, которые просто не объясняются. И, видимо, их можно списать на то, что нас посещают какие-то пришельцы, будем так говорить. Менее чем за год специально созданный комитет Министерства обороны буквально завалили многочисленными свидетельствами об НЛО. Тысячи военнослужащих по всей стране вели эти наблюдения. Полученная информация тщательно анализировалась. Некоторые очевидцы утверждали, что они пытались выйти на прямой контакт с пришельцами. Но ухитрились даже жестами обмениваться с этими объектами. То есть, например, человек разводит в стороны руками, объект сжимается от вертикальной плоскости. Вот так поднимают руки, объект вот так вытягивается тоже. Сигналили, значит, им фонариком. Те тоже отвечали вспышками, сигналами. Но не всегда попытки военных наладить контакт заканчивались так безобидно. Нередки были случаи, когда НЛО в ответ применял сверхмощное оружие. В 78-м году, когда наши военные пытались осветить неопознанно летающий объект прожектором, тот в ответ ответил своим лучом. И впоследствии военные обнаружили, что не только прожектор из коверка, но и на бетонном основании остались прожженные канавки глубиной 10 сантиметров. Во избежание подобных инцидентов в Министерстве обороны разработали специальную инструкцию на случай встречи с НЛО. Что можно и что нельзя делать? Какие меры безопасности принимать в чрезвычайной ситуации с участием пришельцев? Не вступать ни в какие контакты, не препятствовать пролету, перелету, не оказывать противодействия этим объектам, поскольку они еще не изучены, неизвестно, чем может ответить. Сам факт существования подобной инструкции уже означал то, что советское правительство признало существование НЛО. Аномальные явления НЛО, проявляющиеся в виде НЛО, они действительно реально существуют в природе. И в связи с этим был сделан вывод, что на будущие годы, на десятилетия, эту работу необходимо продолжать. Полковник Александр Плаксин сейчас ведущий специалист Министерства обороны по проблемам аномальных аэрокосмических явлений. В 1979 году ему, выпускнику Военной академии имени Феликса Держинского, предложили принять участие в создании сверхсекретной программы под кодовым названием «Сетка». Планировали за Аркани поймать вот этот объект или это явление, и поэтому было придумано такой шифер «Сетка». На создание секретного проекта правительство выделило колоссальную по тем временам сумму – 40 миллионов рублей. Это годовой оборот завода «АвтоВАЗ» в 1978 году. В дальнейшем финансирование увеличат. И еще в шесть раз. Такие средства тратились на исследование НЛО не просто так. Советское правительство преследовало конкретную цель – заполучить технологии пришельцев. Естественно, все это потом собиралось, анализировалось, и на этой основе пытались воссоздать двигатели и летательные маневры НЛО в нашей авиапромышленности. Эта программа называлась «Нить». Для этих целей советские военные предприняли несколько попыток перехвата НЛО. На военных аэродромах всегда стояли самолеты, готовые взлететь по первой тревоге. Истребители были оборудованы специальной сверхчувствительной аппаратурой для слежения и захвата цели. Но на поверку выяснилось. Даже самые современные сверхзвуковые истребители не способны соперничать с летательными аппаратами пришельцев. Способности НЛО, которые могут летать не только в атмосфере, но и в гидросфере, моментально переходя, например, в океан, ныряя в океан, выныривая оттуда. А в некоторых случаях были сообщения о том, что они могут проникать даже и в Землю на полной скорости. Анализируя поведение НЛО, советские ученые хватались за голову. Таинственные летательные аппараты нарушали все мыслимые и немыслимые законы физики. По свидетельству очевидцев, НЛО были способны на долгое время зависать в воздухе, мгновенно ускоряться почти до скорости света и даже внезапно исчезать. Классическая физика отдельные свойства, даже большинство свойств аномальных явлений НЛО описать сейчас не может, потому что они как бы... Это также законы гравитации. Допустим, НЛО может менять гравитацию, а это современная физика не воспринимает. Но с еще более загадочным свойством НЛО столкнулись советские летчики, попытавшиеся к ним приблизиться. Многим опытным асам это могло стоить жизни. Далее в программе. С кем военные летчики сталкиваются в небе? Вы представьте, 20 тысяч километров в час, и потом остановился на месте. Эта тема для военных табу. Это прилет пришельцев или сигналы внеземного разума. Зачем они к нам прилетают? Он появляется, как правило, над крупным геологическим разломом. Скрыть правду никому не удастся. Страшно подводнику не бывает. Я раскрою все тайны. Согласно статистике, именно летчики сталкиваются с НЛО чаще всех. Благодаря их наблюдениям, сделанным в советское время, военным удалось систематизировать разновидности инопланетных кораблей. Они утверждают, объекты бывают абсолютно разной формы. Это не только привычные всем тарелки, но и сигарообразные корабли. Встречаются даже огромные огненные шары. Разные по форме или цвету НЛО объединяет одно общее свойство. Оказываясь от них на близком расстоянии, самолеты попадают в аномальную зону, в которой с земной техникой начинают происходить необъяснимые вещи. Нередко такие встречи оборачивались трагедией для летчиков. То есть на них оказывалось воздействие как на самолетчика, так и, допустим, на аппаратуру, стоящую на борту. В основном это гирокоэмпас, там связь, допустим, и даже случай выключения двигателей в полете. Военный летчик-подполковник запаса Александр Копейкин столкнулся с этим явлением во время выполнения тренировочного полета над Краснодарским краем. На высоте более 6 тысяч метров у самолета внезапно остановились двигатели. Затем выключилась вся бортовая аппаратура. Самолет начал падать. И в этот момент Александр увидел, как мимо пронесся странный объект. Он был размером около 30 метров. Представьте себе, огромной такой сигарообразной формы, оранжевого цвета. Каким-то чудом Александру Копейкину удалось снова запустить двигатели и посадить самолет на летное поле. Позже осматривая машину, он столкнулся с необъяснимым явлением. Бортовой самописец, так называемый черный ящик, был выключен. Но как? Военные утверждают, отключить самописец невозможно. Пытались это объяснить, что это было возможно разумным каким-то действием. Каким образом? Она никогда не отключается. Она даже как-то зафиксируется в момент аварии. Какие-то параметры полета. С какой невиданной силой мог столкнуться самолет летчика Александра Копейкина? Для самого пилота ответ на этот вопрос очевиден. Виной всему стал неопознанный летающий объект. Вначале белая она была, потом оранжевая и красная, дымящееся такое пламя. Меня больше всего удивило то, что это пламя заворачивалось и летело вместе с объектом. То есть не отлетало, как, допустим, реактивный двигатель и прочее, а вместе с ним летело. В 1979 году подполковнику Александру Копейкину, так же, как и полковнику Александру Плаксину, предложили место в секретном проекте «Сетка». На тот момент он проходил службу в Борисоглебском аэроузле в Воронежской области. Это место считалось у летчиков аномальным. По их утверждению, НЛО здесь бывало особенно часто. И, что было поразительно, в месяц пять-шесть случаев там наблюдений было. В обязанности Александра Копейкина входило наблюдение за аномальными явлениями в небе, а также организация перехвата НЛО. Подполковнику несколько раз удавалось приблизиться к странным объектам. И всякий раз он замечал, что НЛО будто окружено мощным силовым полем. Чем меньше было расстояние до объекта, тем более странные и необъяснимые вещи начинали происходить и с техникой, и с самим пилотом. При развитии этих аномальных явлений идут определенные виды излучения, которые вводят трансчеловека. Это прилет пришельцев или сигналы внеземного разума. Этим объясняются психофизиологические воздействия. Это еще одна фотография из секретного архива Министерства обороны. Она была сделана в подмосковном городе Долгопрудный в 1984 году, 15 мая. Здесь отчетливо видно, вокруг НЛО действительно образуется некая аура. Позже ученым удалось установить природу этого явления. Было доказано, что при возникновении таких явлений в основном присутствует плазма. Либо явления сами плазменный характер, либо они защищены плазменной оболочкой. По предположениям ученых, именно плазменная защита позволяет НЛО совершать такие немыслимые с точки зрения законов современной физики маневры. Подполковник Александр Копейкин не раз наблюдал этот феномен в действии. На высоте порядка 12 тысяч метров в нашу сторону, в сторону вот этой аномальной зоны, идет в район Новохоперска, со скоростью, по-моему, около 20 тысяч километров в час. Можете представить такую скорость? 20 тысяч километров в час. Это космическая скорость. В следующее мгновение загадочный объект резко сбросил скорость и начал снижаться. Произошло это, по утверждению летчика, всего за 9 секунд. Вот представьте, 20 тысяч километров в час, и потом остановился на месте. Ну, какой технический объект наш может земной так себя вести? Остановился, потом исчез. Недалеко от Бориса Глебского аэроузла находится так называемая Новохоперская природная аномалия. Летчики не любят это место. Говорят, что, пролетая над ним, ощущаешь мощную энергетическую волну, бьющую из-под земли. Многие связывают это с тем, что здесь проходит геотектонический разлом. Возможно, именно этим объясняется и тот факт, что над Новохоперской природной аномалией часто появляются НЛО. Это, если хотите, энергетические заправщики. Эти шары, они сборщики энергии с георазлома. Взяли энергию, подлетели к этому объекту. Не долетая до него, они разряжаются, передавая ему энергию. За несколько лет наблюдений у подполковника Александра Копейкина развеялись все сомнения. Таинственные гости прилетают именно сюда, на территорию Новохоперской природной аномалии. Он организовал в аномальную зону экспедицию, которую сам и возглавил. Около машин оставили мужчину с женщиной, чтобы никто не пограбил наши машины. А сами углубились в лес. Но не прошло и нескольких минут, как люди, оставшиеся сторожить машину, стали просить о помощи. По рации они сообщили, что приехали военные и угрожают арестом за проникновение на запретную территорию. Солдаты говорят, с ними майор был, который, значит, вы нарушили зону секретную и так далее. А какая секретная зона? Мы там работаем. Кто это был? Откуда приезжали? И так далее. Совершенно непонятно. То есть как вот с неба свалились эти военные. После этого случая Александр Копейкин еще не раз пытался достичь таинственного места. Но всякая попытка заканчивалась неудачей. Словно что-то становилось у него на пути. Зона как будто нарочно не хотела пускать незваных гостей. Какую тайну она хранит? Далее в программе. Истинные хозяева морских глубин. Квакеры. Квакали, квакали, квакали. Непонятно что. Какую тайну они хранят? Квакеры – это защитная зона неопознанных летающих объектов. Бермудский треугольник. Секрет раскрыт. Базы инопланетяны находятся, видимо, очень давно на нашей планете. Я раскрою все тайны. В глубинах морей и океанов находится много подводных аномальных зон. Самый известный из них – это Бермудский треугольник. Марианская впадина. С этими местами связаны десятки мрачных легенд. Здесь навсегда пропадают корабли и самолеты. Военные моряки называют их квакеры. По легенде, причиной для такого названия послужили звуки, которые издает сонар подводной лодки при приближении странных аппаратов. По-научному же их принято обозначать как НПО – неопознанные подводные объекты. Страшно подводнику не бывает. Я не знаю, что такое страшное. Контр-адмирал Юрий Флавианович Бекетов в конце 60-х годов прошлого века командовал атомной ракетной подводной лодкой К-140. Мощности ядерных боеголовок на ее борту было достаточно, чтобы уничтожить все живое на территории, сопоставимой по площади с Нью-Йорком. Капитан атомной подводной лодки – это прежде всего человек с железными нервами. Но первое же столкновение с квакерами изрядно напугало бывалого подводника. Мы шли на глубине более 100 метров на подводной лодке. Вдруг появилась цель, которая шла со скоростью 240 узлов. 420 километров в час. Такой скорости в то время, это был 68-й год, на подводной вообще не было. Объяснить подобное явление с научной точки зрения невозможно. Столкнувшись с этим единожды, можно предположить – ошиблись приборы. Но подводник утверждает, что наблюдал квакеров под водой неоднократно. Все думают, что это американцы, что-то поставили, ничего подобного. Это какие-то вот такие подводные существа, которые нас, так сказать, ну, мы их обнаруживали просто. За долгие годы службы на флоте контр-адмирал Юрий Бекетов пришел к выводу. Неопознанные подводные объекты встречаются в строго определенных местах, в так называемых аномальных зонах. Одно из излюбленных мест скопления квакеров – Пермудский треугольник. Это необычное место на земном шаре. Там гравитационные поля, другие совершенно. По мнению уфологов, этому есть объяснение. В аномальных зонах спрятаны базы пришельцев. Квакеры – это защитная зона неопознанных летающих объектов. Значит, здесь их база подводная. Далее в программе. Почему советские ядерные испытания вышли из-под контроля? Взрыв превысил свои технические параметры в 2-3 тысячи раз. Якутские легенды. Тайнопись человеческой истории. Имеет инопланетную подоплеку. Но раскрывший ее будет уничтожен. За одной смертью человека следует целая серия других смертей. Я раскрою все тайны. Исследователи выделяют около 150 аномальных зон по всему миру. Как правило, в этих местах часто наблюдают скопления НЛО. В России такими зонами являются Кавказ, Алтай, Карелия, Ладожское озеро и Якутия. Базы инопланетян, они находятся, видимо, очень давно на нашей планете. За тысячи, сотни тысяч до появления нас как разумного существа. 23 августа 1953 года на военном полигоне в Якутии было запланировано испытание тактического ядерного оружия мощностью в 10 килотонн. Взрыв назначили на полдень. Дать внятное объяснение тому, что произошло дальше в бассейне реки Вилюй, военные не могли. Испытание атомного оружия неожиданно вышло из-под контроля. Взрыв превысил свои технические параметры в 2-3 тысячи раз. Вместо 10 килотонн получился взрыв 20-30 мегатонн. Сейсмологические станции по всему миру зафиксировали взрыв, небывалый для того времени мощности. Сопоставимое воздействие может произвести только водородная бомба. Но до первых испытаний детища академика Сахарова оставалось еще несколько лет. В 1953 году в этом направлении еще только велись теоретические разработки. Сразу же после инцидента зону в долине реки Вилюй, где проходили испытания, военные объявили закрытой. Авиации запрещали летать над этими районами, над запретными зонами. Один раз вертолет сбился с курса, какой скандал был. Советские военные приняли беспрецедентные меры предосторожности. Тысячи квадратных километров тайги обнесли колючей проволокой, а по периметру возвели наблюдательные пункты. По периметру зону патрулировали солдаты, которым был отдан приказ стрелять на поражение. Местные охотники рассказывали, в течение нескольких лет внутри зоны велись раскопки. Иногда даже можно было расслышать далекие взрывы. Через три года военные неожиданно уехали. На их место пришли строители. Началось возведение Вилюйской ГЭС. Пульдозер проходил, скрывал грунт, и вот он что-то там царапнул. Посмотрел, вроде как металл. Какой-то желтый, странный, откуда он мог взяться в толще земли. Он вызвал мастера какого-то смены. Тут вроде посмотрел, давай засыпай. В общем, все это засыпали и поставили вроде как плотину. Там стоит плотина. Вилюйская ГЭС. Так что же нашли в якутской тайге советские военные? Почему сразу же по окончании работ всю долину реки Вилюй решили затопить? Возможно, ответ кроется в местных преданиях. Якуты называют это место Елююю-Черки-Чех, что означает долина смерти. И стараются обходить его стороной. Охотники часто рассказывали, что находили в долине Вилюя странные артефакты, напоминавшие по форме огромные бронзовые котлы. Согласно легенде, в определенные дни из котлов вырываются огненные столбы высотой до небес. А на земле начинается землетрясение. Струится вокруг огонь. Искры роем вьются. Это настолько красочно описано. Имеет инопланетную подоплеку. Откуда взялись эти котлы в долине реки Вилюй, точно сейчас никто не знает. Местные жители лишь вспоминают рассказы своих предков. Мол, несколько поколений назад с неба пришла беда. В тайге случился страшный взрыв. И стало светло как днем, а земля задрожала. Этот миф, мы так подумали, мог возникнуть, если якуты это явление наблюдали неоднократно. До сих пор в тайге можно увидеть последствия катастрофы, случившейся здесь в прошлом. Лес выжжен на сотни километров. Деревья как будто оплавлены. Многие уфологи интерпретируют эту катастрофу как описание крушения инопланетного корабля, обломки которого раскидало по бескрайней тайге. А котлы, они просто конструкция разбросанная. Местная легенда гласит, смерть ждет каждого, кто попытается ими завладеть. Свидетели говорят, что видели, как одни котлы взрывались, а из других вырывалась некая энергия и убивала человека. Для этого достаточно было прикоснуться к ним. Местные замечают, что за одной смертью человека следует целая серия других смертей, как будто один забирает с собой остальных. Сейчас у местных жителей остались только легенды о мистических котлах в верховьях реки Вилюй. Но где сами котлы и как их найти, никто уже не знает. Возможно ли, что советским военным в 1953 году удалось их случайно обнаружить во время испытаний ядерной бомбы? По-видимому, взрыв вошел в резонанс с котлами, лежащими глубоко под землей. И они сдетонировали. Это вот эта пульнула установка. Ее сотрясли атомными взрывами, и она выпрямила свой заряд, который взорвался прямо на месте. В течение нескольких лет советские военные в условиях строжайшей секретности производили раскопки в долине реки Вилюй. Но что удалось им найти? Смогло ли советское правительство получить доступ к инопланетным технологиям? Далее в программе. Свидетельства из первых уст. Занимался всеми необычными, фантастическими способами полета. Здесь производят супероружие. Летчикам запрещали даже приближаться туда под угрозой, что их просто собьют. Истинные причины холодной войны. Пришла гонка, некая гонка за технологиями инопланетными. И что досталось победителю? Есть договор с этой цивилизацией американского правительства. Я раскрою все тайны. В июне 1947 года на стол Верховному главнокомандующему Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину легло секретное донесение. Разведка сообщала о необычном инциденте, произошедшем в США около городка Розуэлл в штате Нью-Мексико. В пустыне якобы потерпел крушение корабль инопланетян. Сталин понимал, если это правда, то в руках у американцев могли оказаться технологии, открывающие дорогу в космос. К донесению прилагались фотографии и папка с чертежами. Был вызван Сергей Павлович Королев, наш главный конструктор ракетно-космических систем, к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Там было очень много материалов, у него просто на столе разложено, и в том числе и съемки, и всякие там свидетельства, и донесения, и так далее, и так далее. Это все тогда было секретно, это никому не показывали, не рассказывали, чтобы не будоражить публику. Профессор Московского авиационного института Валерий Бурдаков начинал свою карьеру инженером в знаменитом на весь мир ОКБ-1. В подмосковном Калининграде он работал под руководством академика Сергея Павловича Королева. А я у него работал, у Королева, в организации, поэтому знаю вот эти вот все вещи. Не только работал, но и работал центральным проектом, и, как говорят, головном проектном отделе, и занимался всеми необычными, фантастическими способами полетов. Профессор Валерий Бурдаков утверждает, что работы в области исследования инопланетных технологий велись под личным контролем Сталина. В 1947 году у американцев было уже несколько ядерных бомб. В то время как советские ученые еще только готовились к первым испытаниям. Сталин не хотел отдавать инициативу и в области космических технологий. Шла гонка, некая гонка за технологиями инопланетными. В Америке и в России заинтересованы в сборе информации и данных о тех объектах, которые появляются в той или иной точке Земли. Летом 1947 года в США только и разговоров было, что о сбитой летающей тарелке. И информация об этом случайно попала на провинциальное радио. Офицер по связям с общественностью авиабазы Росбелл сообщил, что разведотдел 8-й воздушной армии США при содействии местного фермера и окружного шерифа обнаружил в пустыне летающий диск. Вальтеру Хауту, тогдашнему пресс-секретарю военной базы, эта новость показалась забавной и вполне подходящей для прессы. Он даже не удосужился поставить в известность о своих намерениях собственное начальство. Командование армии США было в негодовании. Ошибка офицера могла поставить крест на всех секретных разработках Соединенных Штатов. В прессе распространили заявление с опровержением. Дело попытались замять. Да, если спецслужбы скрывают контакт с инопланетным разумом, вполне вероятно, что спецслужбы различных стран вступают в контакт при определенных задачах, поставленной государством. Возможно, доказательства этому находятся в пустыне Невада. Здесь, в обстановке строжайшей секретности, в 1951 году ускоренными темпами началось строительство военной авиабазы с испытательным полигоном нового поколения. На дне высохшего озера Грумлейк была построена гигантская 7-километровая взлетно-посадочная полоса. На склонах гор были оборудованы огромные мишени для бомбометания. Зона 51. Так во всех документах значится эта база. Американские летчики, например, называют это место черным ящиком, потому что даже во время учений, где использовались Невадские полигоны, летчикам запрещали даже приближаться туда под угрозой, что их просто собьют без предупреждения. В 1952 году в зоне 51 одно за другим начинаются испытания высокотехнологичных самолетов. Одним из первых был самолет-разведчик У-2, обладавший невероятными для того времени характеристиками. Машина могла работать на высоте свыше 20 километров. Имела дальность полета более 15 тысяч километров. Новинка американцев долгое время была неуязвима для советских самолетов-перехватчиков. Позднее здесь проходило летное испытание бомбардировщик-невидимка F-117 Stealth, технология производства которого до сих пор является одним из величайших секретов Соединенных Штатов. Сейчас там используются такое, о чем вы и мечтать там не можете. Вот подобного рода намеки на положение вещей делают периодически конструктор, который работает в зоне 51. Советским спутникам-шпионам несколько раз удавалось сфотографировать базу. Однако по этим снимкам нельзя получить никакой существенной информации о 51-й зоне. Видны только непримечательные ангары и взлетная полоса на дне озера. Оно прилегало к атомному полигону, поэтому очень просто было просить атомщиков, чтобы они границу своего полигона расширили и таким образом перекрыли для общественного доступа это место. По неофициальным данным, основная часть базы находится под землей. Рекрутов нанимают специальные службы. Новобранец обязан оставаться на зоне 51 до конца жизни. При этом не иметь никаких связей с внешним миром. Многие считают, что здесь испытывают технологии, полученные американцами в ходе исследований инопланетного корабля, упавшего в Розуэле в 1947 году. В 1947 год Америка, как предполагается, был сбит объект, который повлиял на будущее развитие технологий в Америке, в военной промышленности. Были адаптированы инопланетные технологии, вернее, для военной промышленности Америки. Опровергнуть или подтвердить использование американцами технологий пришельцев невозможно. Любая информация о базе строго засекречена. В зоне 51, в подземном буркере, содержатся инопланетяне живые, с которыми поддерживается контакт. И есть договор с этой цивилизацией, с какой-то цивилизацией, американского правительства. В плане технологических новшеств. Эту теорию разделяет и полковник Александр Плаксин. Он утверждает, что некоторые такие технологии применяются уже сегодня. Достаточно взглянуть на любой российский или американский ультрасовременный самолет. Вот, допустим, форма аэродинамическая и в США, и у нас, они, как говорится, уже улучшены. Опять же, за счет, как говорится, свойств НЛО. В дальнейшем стали защищать плазменной оболочкой самолеты от радаров. По некоторым данным, именно эту технологию плазменной оболочки самолета применяют в производстве новейшего суперскоростного прототипа «Аврора». Его испытания уже сейчас ведутся на полигонах зоны 51. Сверхскоростные самолеты, которые используют так называемую мизосферу, то есть промежуточное пространство между стратосферой и ионосферой, которые способны летать со скоростью, превышающей скорость звука в десятки раз. Ядерная бомба, создание ракет, способных летать в космос, самолеты-невидимки – все это, по мнению многих, появилось в результате применения технологий инопланетных пришельцев. В 20 веке человечество сделало невероятно технологический скачок. То, что еще в начале прошлого столетия казалось фантастикой, сегодня уже реальность. КОНЕЦ